Счастливое будущее за научно-техническим прогрессом. Так считают и политики, и ученые. В Ульяновске прошла пленарная сессия, посвященная 90-летию Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов. Наши передовики – это аграрные и машиностроительные предприятия. IT-компании тоже находятся на первых позициях. А ученые наноцентра отлично проявили себя в разгар пандемии. Они разработали ковид-тесты. Также есть серьезные достижения нашего Ульяновского конструкторского бюро. Их разработки мы как раз представляли на прошедшем Всероссийском совещании, когда проходило 90 лет ВАИР в Москве. В Ульяновской области организованы научно-технические лаборатории. Например, на базе политех работает образовательный проект IT-куб. Он рассчитан на детей от 8 до 17 лет. Школьники учатся писать программы. Этот проект Ульяновская область получила не просто так. Наш регион победил в конкурсном отборе в Федеральном министерстве просвещения и воспитания. Есть у нас и лаборатории под названием «Точка кипения». Они входят в сеть из более сотни площадок, расположенных от Калининграда до Камчатки. «Точка кипения» – это связующее звено между университетами, бизнесом и госкомпаниями. Особое внимание мы уделяем привлечению новых специалистов, изобретателей в процессе создания новой экономики. Целенаправленно формируем благоприятные условия для развития инновационного и технического творчества для взрослых и детей. Местные молодые умы скоро заблистают на мировой арене. Студент Аграрного университета представит Ульяновскую область на международной выставке. Он соавтор 18 патентов на изобретение. Я говорю про Дикого Владимира Владимировича, студента инженерного факультета Государственного аграрного университета. Мы посовещались с Владимиром Михайловичем, с нашим руководителем региональной организации, с нашим молодежным советом. Молодой человек, реальный изобретатель с 18 изобретениями. Мы приглашаем за наш счет посетить выставку «Экспо» в Дубае, которая пройдет в начале марта. И стенд Роспатента, и стенд ВАИР будет работать в павильоне Российской Федерации, представлять самые инновационные проекты. Торжественная часть сессии продолжилась церемонией награждения. Алексей Русских и Антон Ищенко вручили благодарственные письма руководителям ведущих предприятий и ректорам университетов.